не стоит ждать значит шесть законов 6 законов ключевые но больше мы будем говорить конечно о компетенциях на что законы вам всем известно вот с компетенциями возможно будет какой-то на какой-то лет я отправил адрес skype в течение часа после окончания вебинара больше будем говорить конечно о компетенции что что произошло в мире если вы не читали такое превью небольшое вы все знаете немного истории что человечество развивалась какими-то этапами какими-то волнами развития экономик и всегда это развитие продуцировалось какими-то изобретениями или открытиями наиболее яркие это конечно колесо паровая машина электрическая энергия интернет после каждого из таких преобразований происходило изменение социального политического и конечно же экономического уклада появлялись новые компании возникают как грибы выскочки старые рушилась да конечно скачать можно и я дам ссылку на диск попозже и мы как раз сейчас с вами находимся том самом временном промежутке когда произошло произошло очень большое изменение кардинальное которое будет менять и уже меняет даже ту реальность которой мы еще по инерции живем то есть те компании которые вовремя успеют эту тенденцию ухватить которые поймут эти изменения то те как бы в новом новой реальности будут теми самыми выскочками которые и будут определять на ближайшие десятилетия может даже больше лидерские позиции своих отраслях как бы пафосно это не звучало но мы не можем вспомнить время когда произошло изобретение электричества или но мы помним когда изобрели интернет все это время застали если мы оглянемся назад мы увидим что что как поменялось и как поменялись покупатели а даже на битусе рынках это очень заметно потому что битусе создает в общем невероятный шум но зато мы очень отчетливо можем эти изменения проследить то есть мы больше не в канзасе как вы прочитали на на предыдущем слайде сегодняшнем мире попавших такой психоделику цифрового мира в этот диджитал пространство нету более такого времени захватывающих как быть специалистами битвы маркетинг хотя правило по которым мы играли они устарели и доигрывая свои карьеры быть по этим правилам вы скорее всего будете вылетать из отрасли не будет умирать ваша компания работ если вы не примете тех изменений я беседовал об этом как-то с коллегой он меня внимательно выслушал вот то что я буду рассказывать дальше мы с ним обсуждали он не сказал ты знаешь это не для маркетолога это нужно рассказывать директорам нужно рассказывать владельцы это от них зависит принятие решений тем не менее на место что он это возразить именно маркетолог он должен выполнять ту самую роль о которой мы говорили все предыдущие годы что именно директор и директор по маркетингу и сел компании они выполняют самую главную роль в маркетинге в маркетинговых позициях в общем то если вы занимаетесь только маркетинговыми коммуникациями всегда занимались коммуникациями то вам в первую очередь придется очень тяжело в этих изменениях работать и жить дальше что же именно изменилось сразу пролистаю побыстрее клиенты что появилось со стороны клиентов у наших клиентов появилась больше информации а именно информации знаний может быть и стало больше информации стало больше они могут благодаря интернету получить гораздо больше информации о всем спектре возможных решений в той или иной той или иной своей бизнес-задачи перед ними стоит и у них стало больше времени они стали уделять больше времени самостоятельному изучению этой информации и соответственно и конечно больше вариантов все это привело к тому что наши клиенты в общем-то в биту сета ситуация точно такая же а мы если мы выступаем как потребители мы тоже выбираем тоже смотрим а мы получаем информацию прежде чем прийти в магазин и уровень шоппинга такого спонтанного очень давно уже снизился и все это привело к тому что покупатели практически на равных выступают с продавцами они знают наши наши клиенты знают о продукте гораздо больше чем мы могли бы ожидать и еще такая цифра 79 процентов наших клиентов битвы клиентов они 79 процентов да тут не немножко неправильно написал не 79 процентов покупателей а 79 процентов своего времени которые они тратят они проводят самостоятельные исследования о продукте и о конкурентных решениях по этому продукту вот я эта цифра взята а не помню я из какого исследования я она у меня поселилась в голове но цифра конца тринадцатого года и так давно это было исследование макинзи ссылку я могу потом представить если кого заинтересует само исследование там говорилось о 63 упать там 62 и 8 почти от 63 процентах на времени которые наши битвы клиенты тратили самостоятельно на поиск это говорит о том что больше половины сейчас уже около 80 процентов времени наших покупателей наши клиенты работают по поиску каких-то решений для своих бизнес задач без нашего участия и мы попадаем к ним в лучшем случае это на этап на на этап уже этой воронки как он называется когда мы работаем с возражений этап и далеко не всегда макинзи исследование да да я ищу найду и мы не всегда попадаем на этап оценки предложений и на этап работы со заражением с наш сайл за просто попросту а пустую ездят на эти встречи и у это говорит о том что наши покупатели уже решение приняли и мы попадаем даже шорт-лист претендентов из которых идет отбор что изменилось с менеджеров влияние как я уже говорил продавцов на покупателя стала минимальна и вот ближайшем будущем на 5 приведу цифру кстати о цифрах по моему сергей словинский сказал что дураки покупают цифры до говорите на своих семинарах цифры и будет вам счастье ну как маленькая шутка но тем не менее цифра есть и деваться от них некуда по оценкам американской компании не помню название буквально вчера до нее эта цифра дошла до моего мозга в прошлом году на позиции сейлс-менеджер в сша работала около 18 миллионов человек и прогнозируется падение этого числа этих вакансий на этой позиции через девять лет уже к двадцать пятому году пять раз но это не значит что все эти больше десяти минут человек окажутся на улице значит что эти люди переходят в другую категорию они больше не становятся с менеджерами они переходят но это я уже делаю предположение что они скорее всего переходят категорию маркетинг маркетинг специалист и и возможно что часть этих людей будут на работе других отраслях оставшиеся же 4 миллиона я могу сделать предположение что даже наверное меньше они останутся конечно же с менеджерами сегментах лакшери сегменте где идут сложные битве продажи например боинг вот маркетинг ломбардии тогда ну где собственно говоря с менеджером является лицепрезидент и вот такого уровня управленцы почему это происходит потому что при вот все эти изменения которых я буду говорить дальше плюс происходит дальнейшая диджитализация а и переход в эру а уже произошел переход тот самый выход о котором я говорил это революционные изменения это выход сферу индустрии промышленного интернета вещей это казалось еще недавно фантастика этом поле год и год назад на сегодня это уже совершенно объективная реальность я приведу примеру чуть позже то есть нам сегодня нужно думать о том что наши с менеджер должны становиться не теми продавцами которые были всегда понимание которое мы до сих пор учитывали они разница экспертами первую очередь в бизнесе своих наших клиентов должны разбираться на равных с нашим клиентом они должны предлагать решение для клиента а экспертная том смысле как иным способом без нашего продукта клиент может решить свою бизнес задачу это именно то что дает дает понимание экспертизы но об этом поговорим тоже чуть позже я надеюсь останется время если нет то этот файл называется стратегии для построения лидерства он здесь есть вы тоже получите ну что конкуренты конкуренты что говорит стали отжаем стали быстрее стали гибче они используют новые технологии они не только лидер генерации технологии но и технологии автоматической что называется выравнивание между воронкой продаж и циклом закупки у наших клиентов ну воронка это метафорическое название на самом деле конечно же цикл продаж и у наших клиентов тоже есть цикл покупки и я уже говорил об этом что мы очень редко попадаем наши циклы не совпадают они раз синхронизированы цикл продаж не соответствует циклу покупки клиента и именно эти вопросы под закрывает тоже то отрасль то отрасль которая является драйвером роста сегодняшнего маркетинга и компании в том числе в первую очередь это автоматизация маркетинга и вот те самые миллионы рабочих мест которые будут освобождаться и эти вакансии просто они не появляются снова увольняются уходят вакансии новые шансы с менеджер не открываются это потому что компании переходят на автоматизацию технической и эра 40 индустрии 40 этот термин пришло к нам из германии 2006 году правительство фрг принято большую программу модернизации экономики и одна из десяти проектов один из проект вызывался 2040 именно оба интернете вещей и вот последняя там новость во что именно правительство германии выставку инициативу евросоюзе отменить запретить бензиновые двигатели как раз движение вот в этом направлении в эру новой модернизации новой эры 40 у нас в россии тоже эти процессы происходят и вот буквально за несколько минут до вебинара я прочитал новость что мтс вставляет свои сим-карты будет вставлять им свои сим-карты в автомобиле дает это не совсем интернет вещей но это одна из его технологий называется технологии меж межмашинного взаимодействия на ну и конечно вот это вот понятие ну это скорее больше общее такое замечание что это выражение компетенции она все-таки не содержит того смысла которая в него вкладывается по-английски ключи таки им что-то открывает мы должны говорить о стержневых компетенциях том что вокруг чего мы будем дальше расти нашей компании вокруг чего будет строиться весь бизнес и ведь маркетинг это в первую очередь это про будущее это не про сегодняшнюю продажу это про то как мы будем продавать через год через три или пять десять лет это в основном здесь если продажи сегодня то это маркетинговые коммуникации это вам не сюда извиняюсь но есть вы вряд ли что-то новое ну значит что страна ответственности это мы мы проснулись с вами уже не в стране ос если вы заслуги мы просто не даже не просто психоделике мы попали в страну ответственности где все наши движения видны всему бизнесу мы не можем спрятаться у нас есть две дороги я уже говорил первое вы можете остаться в этой парадигме парадигме маркетинговых коммуникаций а судя судя по тому что две плохие новости я вам не сказал сразу но вы наверное сами догадались первое это то что мы на отстали в современных и маркетинговых и технологии технологиях автоматизации маркетинга и вторая плохая новость это динамика отставания даже европы и даже от китая только нарастает но тем не менее несмотря на то что мы отстаем эти технологии нам приходят и придут рано или поздно здесь я могу рассказать небольшой пример недавно я слушал семинар где коллеги рассказывали о технологиях обычных технологиях которые сегодня используют сео оптимизации и подведение клиента к сделке используя инструменты автоматизации маркетинга и так называемый динамического контента один из трендов роста и и один из однако зритель не задала вопрос восклицание вот я работаю компанией которая поставляет такой-то вот строительный материал и на всего три поставщика на всю россию и наши клиенты они все вот знают про нас мы можем только работать по цене мы не можем ни расти не развиваться вот зачем нам все это и как нам все это куда будем мы все это вставлять есть контент и так далее ну я как зритель не стал с ней этот вопрос обсуждать и для себя сделал выводы чтобы я ей ответить что может произойти с этой компании и с ее конкурентами с ее тремя конкурентами которые поставляют вот этот вот строительный материал как минимум один какой-нибудь средний менеджер из этих компаний какой-нибудь сельс менеджер и может быть уже сейчас сидит и думает знакомый с современными технологиями автоматизации знакомый с современными лидерство сидит и думает что можно вот это все что они делают конкурирует по цене можно все это перевести а новые рельсы и создать виртуального а а 3 пель оператора который попросту всех этих трех конкурентов за недели после запуска выкинет с рынка вот совершенно возможны такой вариант либо это придет какой-нибудь иностранный поставщик он даже не будет поставщиком в том смысле как мы привыкли как в старой парадигме готова оптовый продавец или оптовый поставщик или дистрибьютор он придет просто с новой технологии когда будет связан завод по производству этого материала где нибудь в европе или в китае с потребителем непосредственно со строительной площадкой куда этот материал будет нужен это как раз вот об интернете вещей это совершенно реальная технология уже существует и второй пример второй пример разговаривал с приятелем который не имеет маркетингового отношения но он там работает работает ну скажем так отвечает за безопасность труда и производства регионе восточной европы одного из строительных концернов и обсуждал с ним вопрос точнее он не жаловался что вот как с этим бороться по всему миру эта проблема есть люди строители игнорируют требования безопасности труда ну я ему сказал что слушать есть же технологии вы можете повесить датчики на каски например и если человек не отдел каску система не будет на площадку это было даже не идея просто обсуждение рассуждение придумать автоматизированные александр я упустил ваш вопрос сейчас я не могу просто вернуться но смысл смысл часа друзья отвечу на вопрос смысл в том что есть технологии существуют автоматизация маркетинга и эти технологии на себя оттягивают те функции и те роли которые до сих пор у нас выполняет sales менеджеры вот может быть так будет понятно ну так вот вот этот вот наш разговор конечно сейчас это вопрос обсуждается он начал обсуждать это вопрос с руководством это как раз тот самый выход в те технологии межмашинного взаимодействия и технологии из которых потом собственно говоря собирается большая цепочка интернета вещей но продолжим конечно коммуникации куда не денутся это реально ценная функция но говорить о том что завтра или может быть даже уже сегодня появился компания которая работает в вашем сегменте с новыми технологиями с новыми решениями нельзя это очень опасно вы помните как проникала мобильная связь если кто помнит по всему миру достаточно тяжело а но интернет проникал уже несколько раз быстрее и новые технологии интернета вещей и мир машинного взаимодействия будут проникать еще быстрее то есть вы можете вашей компании просто не успеть праздник жизни если вы на не начнете знакомиться продолжая работать коммуникациях нас мы здесь можем только надеяться на то что нашей россии эти технологии дойдут еще не скоро и мы еще можем некоторое время на на этих своих позициях поработать но тем не менее тем не менее назвать это маркетинговым уже нельзя становимся скажем что это маркетинговые коммуникации и реклама что же такое сегодня современный маркетинг чтобы я хотел называть это другой путь а он он более сложный и более долгий и главное в нем это не рост бренда даже не столько рост бренда я еще раз повторю мы должны смотреть будущее мы должны смотреть перспективу вот тоже расскажу небольшую историю тысяча восемьсот пятидесятом году французский экономист фердерик бастио написал небольшое с которое называлось что было и чего не было и так маленький французский городок дети играют футбол разбивает стекло мясник лавочник идет плотнику заказывает новое стекло плотник расплачивается со своими поставщиками те значит с карьером где не покупают песок для того чтобы стекло сделать и так далее экономика процветает город растет богатеет этот товародвижения но нашелся один человек который задумался все ли так просто окажется что бы могло произойти если бы дети не разбили стекло этот человек подумал что наверное тогда этот лавочник он мог бы купить ботинки он был таком в этом случае он бы остался и со стеклом и с новыми ботинками а вся цепочка замечательного процветания и роста экономики она бы воспроизвелась но просто по-другому сценарий и вот этот вот сценарий развития который мог бы произойти для нас очень важно мы должны все-таки смотреть не только на то что происходит сейчас а мы должны думать о что произойдет в случае если и это первое и второе мы должны всегда помнить что есть путь развития и и стекло и ботинки как в случае вот который я рассказал а есть путь развития экономики бизнеса как или или стекло или ботинки что для нас важнее или мы остаемся здесь в этом бизнесе или мы отсюда уходим или мы развиваем компанию развиваем бизнес тогда мы смотрим на что на то что происходит как с этим дальше а сосуществовать взаимодействовать использовать себе во благо либо значит не ждем того момента когда наши конкуренты либо новые какие-то компании с новыми технологиями нас просто с этой ниши выживут я долго здесь на этом моменте ну собственно новая роль битвы маркетологов это двигатель компании если раньше у нас в эту эпоху до google двигателю считались продажи которые контролировали деньги и потоки которые приносили доходы но сегодня я вот уже приводил несколько примеров том числе вот с американскими цифрами что сэйл споренжеры уже уходит автоматизация позволяет даже процесс продаж автоматизация автоматизация процессов а подводки клиента продажи его взращивание формирование его потребности это работает как в битубе сегменте битву сегменте он для битвы это очень важный потому что здесь крутятся основные деньги основные обороты и объема а это позволяет автоматизация средства автоматизация этих процессов позволяют становиться гибче и быстрее удовлетворять те самые потребности которые существуют в этом мире уже маркетинг является главным главную роль почему потому что мы владеем каналом сбыт вся вот о чем я рассказывал все инструменты которые позволяют трансформировать наш вид от просто интересующегося какого-то человека чем-то до подводки его конкретной продажи совершения продажи нас для для этого всего уже есть свои инструменты которых мне конечно очень большой курс там порядка двенадцати часовой курс поэтому я даже сейчас не могу перечислить их просто на пальцах но вы именно века всеми пользуетесь не всеми отдельными инструментами по крайней мере там seo или контекстной рекламы или контент маркетинг использовать элемент вы можете провести этот лид как маркетолог от от самого начала своей воронки до решения сделки и оценки опыта и соответственно все метрики которые вы используете все ваши движения не отслеживается и вы можете на них влиять в том числе они видны всему бизнесу и у вас есть инновации вы проблема проблема в том что основные люди которые общаются с клиентами живую либо каким-то другим образом коммуницирует это селс менеджеры это топ-менеджеры это специалисты поддержки и сервис специалисты ли это если эта компания например связана с кондиционированием или отоплением то это технические работники это они общаются они знают они могут принести вам какие-то идеи которые вы можете использовать проблема в том что у них нет инструментов для того чтобы эти идеи отслеживать это как раз говорит о том что нужно учить этих людей новым знанием новым навыкам и эти идеи собирать почему так происходит они приварены к той самой старой парадигме к выполнению своих обязанностей своих инструкций и эти люди они не думают о росте бизнеса и его развитие здесь сложный вопрос это нужно конечно все решать и вот о книжках клейта кристенсена а дилемма новаторов как за новость и налоги погибают крупные компании где он об этом хорошо рассказывать подрывные инновации которые изменяются отношения ценности на рынке и это явление когда люди которые что-то не просто не успевают воспользоваться своим изобретением потому что не видит что за ним стоит то есть за той перспективы следующее развитие следующую какую-то реальность вот самый хороший пример это вот компания кода который в нашем году наконец-то заявил о банкротстве на все мы ее хорошо знаем или компания на ноги со своими телефонами заигралась в изменения заигралась в новые продукты но не увидела те те возможности которые давал до додал android на самсунгу собственно говоря почему он и играет на равных с apple и дальше что ну фейсбук про фейсбук и не буду говорить это в ряде о том что всегда находятся люди которые сделают хорошую вещь хорошую идею ну и третий третий момент это выводить информацию вы всегда знаете больше и всегда умеете ориентироваться на рынке лучше чем ваш сайт вот эта книжка информационные правила она была написана и издана еще до эпохи интернета то есть она небо интернете но она до сих пор очень актуальна если вам удастся ее найти прочитать то будет замечательный вы информационные правила информационная экономика экономика знаний и экономика третий момент экономика сервиса да вот эти три новые реалии делают вас самым важным человеком в компании по крайней мере они эти реалии могут вас сделать самым важным если вы еще и не являетесь ну как бы нужно правильно и преподнести продать в первую очередь руководству это называется buy-in или маркетинг в битве почти забытая область это направлено на маркетинг во внутрь компании ну не мог я не к нему при не привести конечно цитату из маркетинговой миопии тадора левита ваша за ваша работа это слушать весь рынок приносить идеи которые будут зарабатывать деньги это было сказано в шестидесятом году но она как никогда актуальна и наверно маркетинговая миопия должна быть в священной книге как библия для верующего человека вот вот от этого самого от этой самой маркетинговой миопии мы никак не можем и уйти собственно для понимания потребителя сегодняшний маркетинг сбалансирован по ролям это то о чем я говорил что продажи больше уходит в маркетинг маркетинг распространяет свое влияние на те области которые раньше контролировали ассет менеджеры и естественно маркетинг не может работать сам по себе он должен работать в команде первую очередь команда это те люди которые у нас есть наши с менеджера с которых мы все-таки не можем обойтись как бы то ни было вопрос что у них нет инструментов не умеет с ними работать соответствующих знаний но этот вопрос мешает нужно просто его начинать решать чтобы не отстать завтра и маркетинг ведь люби вооружен современным инструментарием и средствами так контент и технологичность маркетинг и новые технологии автоматизации недавно была в лондоне замечательная выставка посвященная именно автоматизации маркетинга в основном конечно большой шум создавали все компании решение любит уси компаний а вот но тем не менее были и очень серьезные хорошие посвященные битуби компаниям я вот просто к сегодняшнему дню я не готов не успел подготовить это слайды с этой выставки но следите на маркетинг пипу я думаю будет статья моя небольшая вот именно об этих новых инструментах новых технологий что в действительности изменилось все сказанное выше изменилось появилось новое мышление новый путь запуток для наших клиентов и новая конкуренция но интернет изменил и не все не потому что все говорят люди которые в нем обитают он изменил потому что первую он создал новый образ мышления который основывается на пяти важных моментах мы сегодня можем сделать маркетинговые компании коммуникационные компании с практически нулевой задержкой придумали утром сделали в обед измерили вечером можно делать маленькие компании для того чтобы протестировать какие-то шаги и низкобюджетные компании второе что что мы что мы получили благодаря интернету мы получили возможность находить жизнеспособные очень маленькие ниши например вот такая ниша как ассоциация левшие автомеханика и тот же словинский по моему это нишу придумал журнал для стоматологов и ломосексуалистов я просто не помню где-то в блоге написано вот такие ниши они не могли бы существовать если бы не было интернета ее невозможно было даже эффективно сформировать если мы посмотрим на на ту сегментацию которую делали 10-15 лет назад и сегодняшнюю сегментацию совершенно разные вещи это же приведу пример не так давно была небольшая конференция в яндексе и один из российских разработчиков агентства где-то на форуме есть даже как есть дежил агентство не разобрали какое-то приложение для для продажи платное предложение и в какой-то очень короткий срок они очень долго над ним работали очень короткий срок это приложение получил очень очень большой рост скачивания компания предложила российский офис apple позвонили и сказали что пожалуйста это панер вам на главной странице ваши продажи нас устраивает это приложение получила огромное почему потому что разработчики очень долго и очень скукулезно вырезали искали этих людей и конечно они предложили им очень цены для этих людей продукт поэтому именно поэтому и произошло вот такой вот бурный рост скачив сегментация если раньше она была инструментом нарезали до сих пор даже некоторые нарезают был вопрос совсем недавно есть целевая аудитория кормящие женщины 27-35 лет нет такой целевой аудитории не может быть может быть целевая аудитория 25-27 лет в городе таком-то район такой-то сегментации вот до вот до последнего до последнего знака мы это можем сделать с помощью сегодняшнего интернета дальше новое мышление конечно же все те компании которые мы проводим все эти работы которые мы делаем они они прозрачны насквозь не можем скрыть ни одной цифры но мы можем и увидеть все цифры которые нам необходимы и здесь именно вот количество этих цифр этой веб-аналитики и не только а то что называется путь клиента до кастомом джону мап или то что он называется управление клиентами то что называется это вылетел из головы но неважно таких вещей ведь эти вещи они создают прозрачность только для нас специалисты они создают прозрачности клиента он становится для нас прозрачным мы имеем возможность настраивать мультиканальные кампании мы имеем возможность преследовать клиента соответственно конечно из этическим образом донося свою информацию и сидя его продажи это вот эта вся правда прозрачность которая раньше была доступна только тем кто занимался директ мэйл то есть прямой какой-то вот контакт но даже сегодня директ мэйл используются не так и всеми и не в том понимании в котором он уже существует мы имеем такой мощный инструмент и даже методология директ мэйл собственно говоря как часть но не он не используется сложным образом то есть наша прозрачность и прозрачность наших клиентов шокирует еще в новом мышлении что что повлияло на его формирование сила небольших компаний а вот тот пример с этим приложением диджитал агентство несколько человек вот он очень показательный в этом ключе тоже если раньше когда еще мы весь помните это время войны рекламных бюджетов бешеная медиа инфляция начальные начальные интернет-компании тоже затронула какая-то медиа инфляция было такой резкий скачок бюджетов то сегодня мы можем и возможность нас нет возможно поснету такого правда не как у нас нет бюджета на решение у нас нет бюджета на новую компанию очень дорого у нас нет такого правда не можем сделать все гораздо меньше и том числе это позволяет нам позволяет нам конкурировать за внимание потребителя за внимание наших клиентов с такими монстрами как microsoft IBM и вы можете сами своих отраслях найти такие крупные примеры которые с которым мы можем на самом деле конкурировать на равных даже лучше потому что мы сколько мы меньше меньше мы более мобильные более вертлявые мы делаем свои коммуникации называется на ходу только только только-только вот узнав от клиента что ему нужно мы можем лучше это самое предложить не не и не не отвлекать не отвлекать свое внимание на разработку каких-то супер каких-то больших и громоздких платформ или больших продуктов ну вот примерно так и конечно же мы получили эту цифровую палитру которая позволяет нам все это делать если раньше у нас были какие-то только персонализации цифровой полиграфии цифровой печати или персональное обращение по директ-мейл которые успешные компании если вы посмотрите старые архивы старых директ-компаний директ-мейл компании там целое целое шоу целый перформанс производили агентство для своих клиентов ну действительно я никогда не забуду такие стрипиканы директ-мейл компании очень много таких интересных решений ярких красочных достойных получали награды в фестивалях конкурсах но сегодня мы получили огромное количество настолько доступных инструментов через которые мы можем делать свои компании достигать своих клиентов и предлагать им лучшее решение что конечно это черно-белый мир директ-мейл и журналов мы просто сегодня имеем тот самый объемный объемный 3d техникалор ну новый путь закупок что изменилось я уже говорил об этом поэтому долго не буду останавливаться но самое главное что покупатели наши клиенты они двигаются в своем собственном темпе а мы за ними просто можем даже иногда не успевать вот это здесь есть короче конечно две хороших новостей в новой реальности продавец выходит на сцену позже и имеет меньший вес но мы можем найти две вещи выход на сцену и вес мы можем на них влиять мы можем влиять на траекторию и темп движения нашего клиента и мы можем взращивать потребности клиента мы можем увеличивать свою ценность есть взращивать потребности есть такое меткое американское выражение wantless и сны это хотение против потребностей очень многие очень многие на клиенты они тоже путаются особенно если дело касается новых технологий или недостаточно понятных потому что все-таки объем знаний хоть и большой но у клиентов тоже не бесконечен они очень часто бывают что выдают свои one process нет это хотение против потребности выдают свои потребности за точнее свои хотения за потребности мы хотим вот это на самом деле не это а именно то решение которое мы можем предоставить и здесь как раз возникает тот самый момент что сенс менеджер должен стать экспертом в бизнесе клиента на нашего клиента чтобы ему его же аргументами убедить в необходимости именно вот подобного подхода они его исполнение его хотели показать как ваше решение или другое решение даже может решение ваших конкурентов способна повысить ценность или прибыльность вашего клиента и вот это именно тот самый путь выведет новой нашей реальности к продаже не скучно это что-то тишина такая я думаю вообще живые есть меня слышно ну прекрасно спасибо александр в наушниках до сегодняшние битве покупатели крайне чувствительны к риску ну понятно что объяснять долго не надо но почему они чувствительны к риску все даже не хочу боюсь объяснять что всякие разные экстремистские и так далее статьи уголовного кодекса поэтому я на этом становится не буду но я остановлюсь на том что о чем я уже говорил он помимо того что с менеджер и не только с менеджер как человек на и сама компания бизнес по отношению к покупателю она должна стать экспертом и имена экспертиза мы поговорим об этом это очень я думаю успеем это очень такое популярное слово опять же вспоминаю был рези какой-то оно пошло только потому что там обещали дебаты между им и мама я решил посмотреть на это изобразие но я конечно пожалел но все равно вот там тоже один из вопросов я была а что такое становится экспертом и как становится экспертом сожалению вопросы где-то погряз каких-то отделах маркетинга на каких-то презентации конференции но я надеюсь что я сегодня успею об этом рассказать на самом деле очень большой и сложный вопрос но я могу вам дать направлении копать так ну вот все о чем я говорил но к сожалению не только вы я но и очень многие другие моменты тоже заметить вопрос то вопрос в том как мы с этим будем работать за что мы должны конкурировать если старой парадигме мы конкурировали за какие-то показатели рояле за показатели а версии за показатели лидогенерации например да я прошу прощения то сегодня я не буду возвращает слайд на обратно вы почитаете сами сегодня мы должны конкурировать за внимание и причем конкурировать за внимание не только за внимание потребителя и только с нашими конкурентами но даже с них мы должны конкурировать за внимание вынуждены вынуждены конкурировать и конкурируем за внимание с телевидением с радио с газетами телепостановками со спектаклями с шоу и вплоть до того что мы конкурируем даже за внимание которые должны любой момент оторвать человека даже от семьи кусочек внимания где-то поймать его дома какой-то момент он пришел учил компьютер пошел свою социальную сеть и мы его там должны поймать чтобы убедить его выслушать наше предложение и но каждый человек это всегда тоже было каждый человек всегда делает это оценку тому что он видит но всегда стоит фильтр что это значит для меня зачем это мне нужно я пропускаю тоже пропускаю ну значит конкуренция за внимание это на битвы за внимание это право быть на и прежде чем вот это вот этот фильтр мы преодолеем ну вот я об здесь вот написал да мы конкурируем если вы продавец софта вы конкурируете с новым эпизодом икры престолов или со спелым яблоком лежит помытое и призывно пахнет вот вас есть только один способ получить чего-то внимание это ответить только на один вопрос что в этом для меня чтобы этот вопрос нашел ответ ваш ваш клиент как это можно просигнализировать это очень трудная работа что мы должны для этого сделать первое формализовать мировоззрение но прежде чем вы подойдете к продаже вам нужно продать продукт вам продать мировоззрение очень немногие маркетологи этим занимаются мы прошли тот этап когда очень много говорилось о том что такое миссия компания там что такое визе не забанить но к сожалению все эти разговоры они так и остались разговорами и ну можно найти причины почему это произошло но понять это к сожалению невозможно почему этот этап прошли мы все хотим работать на лакшери в премиум или бизнес сегменте или в премиум плюс сегменте вот получать премию бренда мы хотим создавать бренд создавать мировоззрение формализовать мы не хотим этот казус мне не понятие мы вынуждены начать с того же самого с мировоззрения почему потому что взгляд взгляд на мир он является убедительным поколением того тех возможностей и проблем с которыми сталкивается наш клиент как это как он описывает их прошлое стоящее будущее как он описывает сегодняшнюю ситуацию и как это будет будущем на тот же поджимом маск он как раз говорит об этом и покойности джобс это был об этом то есть это та среда в которой мы живем та среда который живет наш маркетинг взгляд на мир он построен на реальности это не фантастическая картина не просто описаны того то будущее которое мы хотим построить это то что у нас есть и во что мы как мы как мы себя ведем наше поведение люди покупают то что покупает ваш взгляд на мир они будут отвергать ваш продукт если они купят ваш взгляд и не пойдут вниз по этой воронке ваша репутация она в том числе зависит компания в том числе от вашего мировоззрения и убеждения но здесь я могу тоже только отослать на тэд саймон синк есть книжка на русском языке где-то я встречал в сети он говорит о силе убеждений люди не покупают то что вы делаете не покупают почему вы это делаете но примеры примеры почему мы делаем это икея избитый пример старый тем не менее очень показатель компания ставят не есть мировоззрение не искать и свои убеждения и она их выставляет а первый план синка вы или сами почитайте и на петли вот найдете посмотрите если вам это будет конечно важно и интересно не замечательная лекция но вот собственно говоря уже говорил об этом что apple и но не только на компанию иллюзии можно вспомнить только михаила гробачева и наши с вами истории которые выставляли свои убеждения своем мировоззрении на передний план именно за счет этого они как лидеры получали то внимание как бы не обсуждая дальнейшее произошедшее тот на тот момент они получали то внимание и получали тот от рынка от своих потребителей 1 то что они особо что они страстно верят ну и вот такое вот слово она низко новое для российского ухо на самом деле слова старых есть прямой перевод но он не отражается того что вкладывается в этот самый чопс этот сленг американский и она отражает несет тот смысл что это какой-то микс таланта микс таланта и навыков мастерства что там можно так выразиться но это самый короткий интересный способ как как процесс процесс чопс это способ сказать у нас есть знание и авторитет такая вот ну иногда я потом наблюдал литературу бизнес-литературу я понял что это слово на русский перевели как фишки или фишка вот но это она не передает смысл фишка фишка что такое вот тоже тоже сленговая тоже в общем-то да фишка но это содержит содержит сам сам контент этого слова чопса но содержит гораздо больше способ сказать не знаем у нас есть опыт мы умеем из российской компании вот интернет компании я могу привести только потому что я мало кого знаю я могу вести только поэтому предел только а в пример компанию комплект а вот они имеют чопс них это есть вот да то о чем я говорил это чопс идея воздействие микс талант и навык это вот как раз если мы говорим о музыкантах то рострахович или камил чопса например джастин бибер или вот рома жук здесь очень сложно сказать что эти персоны имеет какой-то чопс конечно них есть свои аудитории но они не 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 могут за собой повести огромную огромную какую-то аудиторию такую сопоставима с какими перемолоть мадонна имеет чопс а чопс также это узкоспециализированные вещи это более относится уже таким технологическим компаниям и чопс чопс обязательно конечно притягатель если вот этот чопс побуждает людей задерживаться и выслушать вас тот самый момент когда вы пришли домой с работы открыли фейсбук или контакте или другую социальную сеть и вы увидели там предложение от компании чопс задержите свое внимание и прочитаете это сообщение и дальше уже включается весь прекрасный процесс динамического контента который вас идет к продаже чопс отвечает на убийственный вопрос который мы как раз и ищем ответ почему я должен тебе верить эти вещи нужно нужно добавлять в маркетинг я думаю что любая компания имеет чопс потому что она уже работает значит у нее есть клиенты у нее есть последователи либо у нее есть если это какая-то общественная организация либо у нее есть если это группа какая-то социальная группа значит есть идеи которые тоже выступают в качестве чопс но где их найти но наверное тех кто рядом с вами и они не придумываются мира не разрабатываются их нельзя заказать каком-то агентстве они тех людей которые работают с вашими клиентами общаются с ними это нужно спрашивать у них я уже об этом говорил что битубе маркетинг современный он командный мы должны работать в одной компании все вместе и эти люди которые рядом с нами они должны должны понимать для чего они работают в компании и к чему компания вместе с ними должна прийти здесь я остановлюсь подольше но прежде скажу еще вернусь назад скажу еще вот что то о чем мы говорили на вот например а чопс а я не помню сейчас число но это было недели две назад это программа на радио уеха москвы курс потапинка называется знаете потапинка есть такой персонаж в медийном поле вот он ведет нам программу я я включил совершенно случайно потому что мне задали вопрос о сервисе так как раз то ли перед задение то ли за два до того как этот вопрос прозвучал была вот эта программа компания вид по моему называется то есть потапинка приглашает каких-то бизнесменов которые рассказывают о своем бизнесе о том как они его ведут как выстраивать процессы и вот эта компания эта компания сервисов сеть автосервисов своих собственных и франшизных послушать очень интересно вот там очень четко прослеживается и чопс именно о чопс который имеет сама компания и чопс который имеет ее на сотрудники автомеханики и слесаря которые у них работают спустя за некоторое время они видя как все это замечательно как они как как получается бизнес как люди зарабатывают в этом бизнесе они берут франшизу своих собственных работодателей и открывает новый автосервис и на фоне да потапенко дмитрий потапенко курс потапенко программа называется на радио эхо москвы недели две назад но там по поиску можно найти компания вилл да пожалуйста вот они работники компании открывают франшизе из наемных работников переходят на статус уже собственников бизнеса и несмотря на общий обвал автомобильного рынка и в том числе и рынка автосервисов компания вилл ее правильной части замечательно себя чувствует растут добиваются успехов и и вот том числе но я так конечно увидел что они работают по принципу винша сигма я не знаю насколько у них это а действительно вот эти бизнес-модели описаны и делают ли это они как положено менеджменте или это просто интуитивное какое-то видение но совершенно четко прослеживается определенное понимание что и ну да вы слушали потапенко или вот именно эта программа потому что я про потапенко не хочу разговаривать да кстати если уж на то пошло то как раз потапенко и не чопс есть вот эти а он идет той дороге которая мы коснемся дальше дороге идей по дороге первенства идей а битубе маркетинг он всегда я уже говорю да когда говорил об информационных правилах владеете информацией также вы и владеете и получаете и ищите как говорил тадор левит те идеи которые бизнес зарабатывать деньги поэтому вот эта тема первенства идея она наверное нельзя сказать что она является более важной но она в одном ряду с автоматизации с контент-маркетингом точнее контент-маркетинг как раз и новое лидерство в новых реалиях они все эти два направления они базируются на идеях которые которые вы должны найти или каким-то образом получить либо от ваших с менеджеров либо от ваших топ-менеджеров либо ваших технических там по 10 службы поддержки тех людей которые которые непосредственно значит общаются с клиентами первенство идеи и конечно выход за пределы цифрового пространства это то что то что мы должны тоже понимать с одной стороны на с одной стороны мы вступаем в эрую глобальной диджитализации и интернет вещей а с другой стороны компании существует в реальном мире и мы должны понимать что думать в терминах оффлайн и онлайн некорректно совместить и говоря о каких-то вещах мы должны всегда думать что мы должны всегда думать о том чтобы они были направлены как естественно физическую среду и наши клиенты как люди живут так и в среду онлайн где наши клиенты общаются и бизнесе происходит в основном бизнес-общение и вы видите на составляет вне periods и мы должны быть не разные какие-то офисные связи с этим занимаются и стремятся и как в эрую сломатом вы можете в трех ежении с мастерами и чтобы у вас пересчитать в ней составлять свои 3 раза в 3 раза в 2 раза в 1 раз. если у вас агентство – значит действительно мы сделаем плюс-инчитель частей в 3 раза в 3 раза в час в месяц и в 2 раза в месяц это дело мы должны быть очень удобно что так и у нас все самое главное это сделать не то как для того чтобы выложить обучение к бумагу и и вы можете действительноï в том чисто и вы не можете все установить Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не помню, наверное, на этом слайде остановились. Но это корпоративная солидарность с Александром. Вот, друзья, сразу ссылка, это на Google Диск, там открыто, скачайте сразу все материалы, ну, по крайней мере, конечно. Ну, значит, вот интернет вещей, он ценен не данными, не данными, он ценен тем, что мы можем с данными сделать. Ну, 6 закона давайте уже побыстрее, там не особо ничего сложного нет, но эти вещи нужно улучшать, над ними работать. Это, конечно, контент-маркетинг. Несмотря на то, что многие пользуются различными даже инструментами, которые позволяют разместить пост в каких-то сетях и так далее, Но сам смысл контент-маркетинга в том, что он, ну, именно, собственно, он о смыслах и есть. Смыслы нам дают те идеи, о которых я говорил, те идеи, которые вы можете найти, общаясь с менеджерами или составляя с ними какие-то новые команды, пересматривая роли и функции маркетинга и продаж в структурах компаний. И контент-маркетинг – это вот те самые деньги, которые никогда не тратятся зря. Но с ним, конечно, несмотря на то, что тема довольно, скажем, мейнстримная, но с ним работать умеют далеко не все, даже на начальных этапах. И продолжим аналитика. Конечно же, аналитика, но здесь мы не будем тоже долго остановиться, это совершенно очевидные вещи, такие триизмы. АБ-тестирование – это то, о чем я говорил, это сила малых компаний, не только по размеру компании, но и по тем, в малом смысле, сама маркетинговая компания какая-то, нацеленная либо на какую-то аудиторию, либо на достижение какой-то другой цели. Мы можем всегда найти, сделать утром, вечером, утром придумать, вечером сделать, в обед сделать, вечером измерить. Но мы можем всегда сделать небольшой тест. Если у вас многомерное какое-то тестирование, то это уже следующий шаг, если у вас какой-то большой очень трафик. Вот этот процесс культивации клиентов – это то, о чем тоже давно говорится, но, к сожалению, до сих пор эта тема не доиграна. Несмотря на то, что мы катастрофически отстаем и в изменениях бизнес-процессов, в структурах, на то, что мы должны сливать маркетинг с продажами, переобучать людей продаж, чтобы они могли ориентироваться в цифровом пространстве, давать им инструменты, которые будут ими использоваться. Но опять цифру, сейчас опять не помню, откуда, 60. Ну, видимо, какое-то такое небольшое исследование. Ассетс-менеджеры считают, что около 60% того контента, который производят маркетологи, не используется, и оно бесполезен для контента. Они не могут его использовать в продаже. Это как раз все вокруг процесса выстраивания и построения взаимоотношений с квалифицированными перспективными клиентами. Независимо от того, совершает он покупку или нет, это делаем мы. И мы, маркетологи, мы ведем клиента к тому самому замечательному моменту, когда асс-менеджер просто приходит, подписывает документы и уходит, чтобы его работа основалась на этом. А то, может быть, и совсем без этого. Ну, значит, нужно воспитывать клиентов. И, конечно, отсутствие вот этой культивации, вот этого процесса, это просто халатность сегодняшнего маркетинга. Ну, и несмотря на то, что SEO в 2012 году, у нас есть интернетчики, да, они, может, больше знают, в каком году Google изменил поисковый алгоритм, по-моему, в 2012, если мне не извинять память, а в 2015, по-моему, Минусинск Яндекс сделал, да, то есть в прошлом году буквально. Вот, после чего, собственно, вся SEO, концепция SEO-продвижения притекпела крах, и, ну, это война тех самых бюджетов, на SEO бюджеты, которые выделялись, тоже вот это вот, сыграло свою роль. Но, тем не менее, сегодня то контент-маркетинг является частью того самого белого SEO, либо наоборот, даже можно сказать, да, SEO является частью белого. Белое SEO является частью контент-маркетинга. Тем не менее, то, о чем я говорил, что вот эта цифра 79% на сегодняшний день, времени, которое тратят наши клиенты, и, наверное, и того больше. Клиент сам, или покупатель сам ищет товар, сам ищет решение своей проблемы, сам сравнивает, и эти все эти процессы проходят в поисковых системах, и они проходят без участия продавцов. Здесь могут принимать участие только маркетологи и только через динамический контент. То есть, когда вы в зависимости от настроения, от погоды на улице, от ситуации на рынке, с долларом и так далее, вы подсовываете, в зависимости от пути, который клиент прошел, от той истории, от той истории его взаимоотношений, вы, опять же, автоматические системы делают, они поддают ему тот контент, который ему в этот момент именно нужен. Есть тоже такие уже технологии и системы. То есть, поисковая оптимизация фундамента, в том числе и оптимизация по контенту. Здесь очень большая, объемная тема, которую, наверное, за часов за 20-30 просто не проговорить, не говоря уже о примерах. Ну и сообщество. Здесь очень внимательно я хочу, я призываю всех к этому очень давно, очень внимательно относиться к этим новым старым терминам, что такое сообщество, что такое социальная группа, и что такое социальная сеть. И что такое, собственно говоря, социальные сети в интернет. Потому что социальная сеть, социальная сеть в интернет, мы не договариваем вот эти вот последние в интернет, из-за этого получаются очень большие неприятности, формулировки задач и, соответственно, вставлении каких-то TPI, благодаря которым мы, собственно говоря, получаем зарплату. То есть не каждая социальная группа, не каждая социальная группа бывает в интернете. Вот это нужно помнить всегда. Социальные группы существуют не только в интернете. Интернет это только, ведь на Facebook, ВКонтакте, это только всего-навсего медиа-платформы, на которых происходит информационный обмен. Вот когда мы это, ну как это Горь и Померанц, по-моему, да, это знаменитая фраза, прежде чем начинать дискуссию, давайте договоримся о терминах. Вот, поэтому когда мы договариваемся о терминах, и что имеется в виду под сообществом, да, это не значит, что вы должны, как маркетолог, B2B-компании, даже B2C-компании, выстраивать свои социальные сообщества именно в интернете, совершенно не обязательно. И, ну, конечно, да, присутствие в социальных сетях, социальные, использовать социальные медиа, эти платформы мы должны и в том числе вести через них информационный обмен. Но с таким же успехом иногда можно использовать небольшую социальную сеть, например, в котором ваш подъезд, там, 40 квартир или сколько там, создать какую-то социальную сеть, вот именно этот подъезд вам совершенно неизачем будет переписываться. Вы можете собраться вечером на костерок, испалить соседний подъезд, прогул. Так, ну, наверное, на этом я закончу. Ну, небольшой итог, да, мы были, если хотите, если нас позволит Юлия Борисовна, мы можем задержаться. Мы были вот в черно-белом мире и оказались разноцветным, цветным, с которым, да, этот шум со всех сторон этого цветного мира, особенно, конечно, шум создает все компании со своими кейцами и со своими решениями. с решениями разработчиков для этих всех компаний. что, что главное, что, что вам нужно пять ключевых вещей, которые, стержневых, прошу прощения, привычка остается. Опять стержневых вещей, это мировоззрение, убеждение, это чопс, это идеи и перспективы за пределами диджитального пространства. Хочу обратить внимание, вот, по ссылке, вы, у вас есть там файл, вот, к сожалению, из этой оказии мне не удалось его рассказать, стратегии для построения лидерства. Ну, вот, Юлия Борисовна говорит, что мы можем посетить, поэтому я его сейчас открою. Вот, идея, и идея, это как раз вот сюда, как на этой основе все это делать. И шесть законов, шесть вещей, которые являются сегодня драйверами. Аналитика и данные, контент-маркетинг, тестирование, культивирование клиентов, в том числе, культивирование клиентов, как я сегодня об этом упоминал, это тоже называется сайлсинг-маркетинг-регмент, выравнивание цепочки, нашей цепочки продаж с цепочкой закупок, которая у клиентов существует. И, конечно, мы должны прислевать сообщество, нам нужно строить сообщество, даже если это битвы-компания, у которой всего лишь есть один покупатель, который Газпром. Потому что, мы все равно должны выстраивать какие-то сообщества на тот случай, если вдруг произойдет нечто невероятное и Газпром обанкротится. Но это, да, есть, например, поставщики, более такой, я, например, скажу, неудачнее поторопился, например, поставщики АвтоВАЗ. Они вот он производит, например, какое-то небольшое предприятие, которое производит что-то заточенное исключительно на АвтоВАЗ. Если что-то происходит с АвтоВАЗом, конечно, предприятие мгновенно банкротится, теряет рынок, просто нет никакой возможности. Но если бы оно было, конечно, если бы ДКБ доросли во рту грибы, если бы оно имело маркетолога с нашим с вами видением этой проблемы, мы бы, наверное, нашли способ как построить сообщество и застраховать себя от рисков уйти в небытие и от зависимости от одного единственного покупателя. Ну вот, где-то примерно так. Вот, собственно, адрес, я его продублирую в чате, меня вы можете найти на Marketing People. Во всех соцсетях я есть, но я им не пользуюсь. Они отвлекают безумное количество, отнимают безумное количество времени. Но на Marketing People я отвечаю и отвечаю на почту. здесь все, теперь я, значит, да, вот этот, сразу же два файла, мировой опыт, который называется, это я его сейчас открою, чтобы вы видели, вот это выжимка из выжимка наиболее интересных цитат и касаемые интернета вещей и касаемые его перспектив в России, в частности, это выжимка. А рядом вот этот файл, это, собственно, сам обзор компании, которая его подготовила. Ну, собственно, вы можете найти их сайт, посмотреть очень много материала, касаемые интернета вещей, в том числе интернета вещей в России. Это я сразу же скачал, и чтобы вам это все сразу дать. Но, собственно говоря, то, что касается идей, идей и стратегии построения идейного лидерства, вот мы остановимся на этом немножко подробнее. Вот тут сразу хочу попросить помощи, может быть, есть какой-нибудь знакомый дизайнер, который за миску и своей поклевки может мне красиво из этих вот отрывков сделать какую-нибудь приличную презентацию. Потому что я делаю все это на коленках и руками. Сам этот файл, я остановлюсь на нем здесь, здесь описано, что такое идейное лидерство и даны различные примеры, почему нету первого примера, а вот он, первое, различные примеры стратегии, и примеры, и описаны стратегии, которыми можно воспользоваться для того, чтобы стать идейным лидером. Но что такое идейный лидер? Это в первую очередь эксперт в своей области знаний. Я уже говорил сегодня неоднократно, делайте из своих сайт-менеджеров эксперты. Бесполезно их учить продавать, использовать какие-то техники продаж, спин и так далее. Пока еще пока все это работает, но судя по всему тенденция совершенно четко определилась, что позиции сейс-менеджеров будут просто уходить в прошлое, и они будут оставаться только в премиум бизнесе, платят деньги только за то, чтобы разговаривать не с машиной, не через телефон, а с живым человеком. Идейный лидер это надежный источник информации, который обмениваются люди, это вдохновляющие инновационные какие-то идеи, превращенные уже в реальность. И что самое главное, это люди и компании, которые показывают, как повторить их успех. Мы можем читать массу книг «Принципы Тойота» или можем читать Ричарда Брэнсона, есть такой сэр в Великобритании, но там нигде не написано, как же повторить его успех. Вот это отличает лидеров прошлого от лидеров сегодняшнего и завтра. И такие лидеры будут появляться, идейные лидеры, лидеры, которые существуют при поддержке своих социальных групп, поклонников и последователей. Они помогают эти группы им тиражировать и масштабировать идеи в области каких-то устойчивых изменений, не только в какой-то одной компании, но и даже в отрасли и может быть даже во всей экосистеме. Может ли каждый стать идейным лидером? Интересные идеи всегда могут появляться в любую среду и в любую компанию, но строительство тут важно понимать. Строительство идейного лидерства, так же как и контент маркетинг, занимает довольно много времени. Да, контент маркетинг может иметь в своем составе как методология иметь в своем составе некоторых инструментов, которые приносят быстрый эффект и быструю отдачу. Но главное достижение контент маркетинга это конечно бренд. И вот это словосочетание контент бренд я пока его еще в России не слышал, видимо потому что недостаточно опыта и у российских компаний в построении контент бренда и даже на запад у западных компаний нет такого опыта не накоплено достаточно эмпирики для того чтобы заявить о себе как о контент бренде. Но тем не менее оно второй вариант я думаю что просто ждут приезда очередного фоника стролера который начнет шумно произносить. Тем не менее основное достижение контент маркетинга построение бренда. И интересные идеи они базируются как раз их продвижением их популяризацией их пропагандой как раз занимается контент маркетинг. Это первое что он делает. И он делает из компании идейного лидера он делает из компании эксперта. Я сейчас постараюсь тогда побыстрее здесь пройти этот рассказ. То что я вижу в идейном лидерстве это ключ который открывает совершенно новый уровень достижений для вас для нас как для маркетологов. Это идейное лидерство увеличивает скажем так стратегическую видимость. Вас видят. Я имею ввиду то что в старой парадигме называлось позиционирование. Сегодня мы говорим о стратегической видимости. Я имею вот это положение что компания или человек занимает настолько высокое место на пятистале среди других людей или других компаний которые уже имеют какой-то вес. И если вы вспомните тот пример разработчика мобильного приложения который я рассказывал когда они вышли на рынок и они встали на один уровень с мощными какими-то это было их первое первое приложение и сразу такой рушительный успех они показали какую-то идею людям они пошли они получили тот вес который прямо ведет их увеличению доли рынка почему это важно ну очевидно что процесс безумный процесс консумеризации пришел в какое-то равновесие с экономическими реалиями и получить долю рынка просто за счет того что рынок сам растет уже давно не получается последние 5-6 лет перспективы роста сохранились нам нужно каким-то образом расти мы можем расти только увеличивая долю рынка ну да старая известная закономерность продажи прямо пропорциональной доли которые компания занимает на рынке вот в новом мире в новых реалиях только идейные лидеры будут привлекать клиентов для своих продуктов или партнеров для своих компаний или фолловеров своего блога или читателей для книг или если какой-то у вас социальный проект или общественная организация то вы будете привлекать только щедрых и богатых спонсоров для реализации проекта и еще очень важно что идейное лидерство это некая экспозиция для ваших идей как внутри компании так и вне ее это и журналисты аналитики это организаторы мероприятий конференций и эта экспозиция она создает доступность для людей и люди начинают к этим идти об этом можно долго описывать все эти прелести мы все это понимаем что люди хотят признаться к тем что хорошо известен кто хорошо находится в курсе событий потому что идейный лидер это не только он создает события он сам является событием вот как раз Дмитрий Батабин который более такой популярный пример Владимир Жириновский за ним есть какая-то идея за ним есть идея не обсуждаем плохая или хорошая мы констатируем факт он сам является событием вот здесь очень важно это понимать и весь процесс построения единого лидерства для многих дает ответ на более глубокий вопрос личный вещи почему я здесь зачем я работаю в чем смысл моей работы что я оставлю после себя и вы должны понимать что если вы вступите на этот путь а скорее всего вам придется это сделать то ваше влияние если вы добьетесь какого-то уровня будет длиться значительно дольше даже после того как вы решите отойти в сторону ну вот в этой в этом файле который называется стратегии построения идейного лидерства вот там есть примеры и российские примеры и страны из стран там все это написано все это читайте рассказывать ну и что собственно говоря идейное лидерство является новинкой или чем-то новым конечно об этом начали говорить 1878 году по-моему это американский борец за права индейцев негров но больше я бы сейчас просто кто написал хирург дяди тома кто-нибудь помнит вдруг будет вылетело из головы вот это как раз брат первые описания идейного лидера но давайте разберемся более так четко в современной бизнес-литературе есть общее мнение идейное лидерство это стратегический инструмент для человека или для компании для которых важен рост или привлечение новых членов сообщества или более щедрых спонсоров но вокруг этой фразы существует большая такая дефиниционная дисперсия как собственно понятие маркетинса вокруг этого тоже такая дисперсия существует что такое динный лидер это персоны или компания которых сообщество клиенты партнеры и конкуренты признают в качестве ведущего авторитета в какой-то области я сразу приведу пример например консалтинговая компания в области налогового администрирования бухгалтерского учета или просто какая-то бухгалтерская фирма вот чтобы для того чтобы им стать идейным лидером они должны провести какой-то глубокий анализ какого-то закона это условный пример то есть определить каким образом различные компании из различных секторов экономии из разных ниш будут взаимодействовать с этим новым законом вот когда такой анализ будет произведен вот эта работа а к ней будут даны рекомендации относительно тех бизнеса которые будут приложены к этому анализу эти рекомендации должны быть реально полезными компаниями интересы которые затрагивают такой закон и еще очень важно эта компания это наша компания она должна озаботиться распространением этой информации этого своего анализа своих рекомендаций свои оценки общей ситуации это то как раз чем в том числе занимается и контент мы сначала производим этот контент потом его распространяем через свои сети через свои сообщества но это такая информация распространяемая информация относительно вот этих идей и стратегий которые предлагают наша консалтинговая бухгалтерская фирма показывает людям что нужно идти именно к ней к этой компании потому что они специалисты они выступают как эксперты вот здесь по сути дела идейное лидерство это одновременно и метод монетизации знаний и стратегии повышения прибыльности причем эта стратегия показывает повышает прибыльность значительно выше средней доходности от своих целевых сегментов казалось бы если мы расскажем все наши секреты кто же к нам пойдет но как раз все происходит с точки сюда наоборот мы помним самый знаменитый закон парада 80 на 20 как раз вот эти 20 самых дорогостоящих клиентов идут 80 останутся у тех кто просто этот закон перескажет человеческими словами ну и еще добавлю что идейное лидерство персоны или компания а нам ведь важно что нам важно то что блеск и который вот дает звание эксперта или специалиста какой-то отрасли он не существует сам по себе блеск это функция признания вас признают также нам важна коммерческая составляющая куда же мы возьмем эти доходы идейное лидерство это как раз та методология которая значительно увеличивает значительно увеличивает прибыль компании именно благодаря тому что она получает статус эксперта идея идейное лидерство для бизнеса если по большому счету конечно по-честному это стратегия заработать деньги другая стратегия чем обычно которую мы называем стратегией впаривания или стратегией маркетинга то есть цель в идейном лидерстве это через продукты через наши продукты сделать лучшую работу для своего клиента и получить за это соответствующую высокую компенсацию то есть идейное лидерство это своеобразный бренд но он немножко конечно отличается от личностного бренда где важно не столько получить прибыль сколько получить удовлетворение собственно тщеславия ну вернемся значит нашей бухгалтерской фирме которая хочет стать единым вы прекрасно знаете каким языком написаны законы корявый птичий язык вот если наши консультанты будут просто пересказывать его человеческим языком они конечно же обратят внимание этот пересказ он дает питательную среду питательную почву для того что называется сэо то есть мы можем по этим словам составить семантическое ядро и так далее начинаем вот это вот все делать и мы можем производить из этого описания пересказа мы можем производить контент чем его количество мы можем производить огромное но мы не даем если это наша компания не дает экспертных заключений нет рекомендаций дает применение этого закона в тех или иных отраслях и останавливается только на том что у них просто по-человечески пересказали то что непонятно написано юридическом что у нас дальше происходит у нас происходит у нас начинается у маркетологов огромная работа мы просто в поту начинаем постить статьи в блоге в сетях мы начинаем сыграть веб-аналитику и потираем как бы до ручки мы начинаем битву за клиента мы начинаем тянуть этого клиента за уши за все остальные выбирающие места мы начинаем его тянуть к продаже и вот этот процесс ну во-первых да хочу заметить процесс он просто периодически фактически здесь человек уже не нужен он нужен только тот кто будет писать этот тот контент то есть это можно автоматизировать это первое продаж сайлс-менеджер тоже не нужен автомат который будет просто давать динамический контент и человек рано или поздно будет притянут за уши каким-то образом к нашей компании вот эта вот битва за клиента на самом деле вот это погружение но все работают все получают удовольствие от этого мазохизма но видимо ощутимого роста ни у бизнеса ни у компании не получается нету вот есть иллюзия что что-то происходит все работают но роста нет вот здесь очень важно понимать когда вы переходите идете в тот статус статус идейного лидера статус эксперта статус влиятельного влиятельного человека или влиятельной компании линию которого услышатся или который услышатся вы конечно же выигрываете битву без вот этого вот ну не то что без а значительно сокращая свои в том числе расходы на вот весь этот блок который мы называем SEO и производство контента и функционирование контента маркетика опять же сошлюсь на славинского он задал один раз вопрос такой скажите пожалуйста а сколько менеджеров по продаже компании ну да вот риторический вопрос ну не сколько там нету почему потому что они являются едиными лидерами вот вам ответ да собственно говоря а тот главный вопрос что же нам делать но есть и опасности есть и опасности конечно же не все так просто да гарри от бичерстол совершенно верно есть и опасности на пути идейного лидерства сейчас я дышусь секунду и мы закончим минут наверное через 10 для компании не только важно найти всегда баланс между желанием бесконечно использовать какие-то успешные идеи и постоянным поиском новых идей я много сегодня говорил об идеях важности но тем не менее здесь очень важен баланс почему ну есть две основные причины по которой разоряются компании они во-первых производят все время одно и то же и вторая это они производят каждый раз новое вот в первый пример я могу привести шведскую компанию фейсет это была фантастическая компания в свое время она делала самые лучшие механические калькуляторы а что сделала эта компания когда появились цифровые они продолжали свое производство ну полгода им хватило того чтобы разориться и второй вопрос второй второй пример точнее как они компании нокер это лидер был лидер рынка смартфонов он был лидер и каждый месяц там чуть ли не каждые два месяца выходила новая совершенно модель с разными интерфейсами с разными вот этими всякими штучками разъемами новая 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 каждый раз новая это одна из причин конечно почему компания а компания просто рухнула рухнула ушла с рынка ну поэтому если вы занимаетесь слишком усердной эксплуатацией идей то скорее всего скорее всего вас ждет та же самая участь что и компания нокер поиск тоже не всегда приводит к хорошим результатам суть поиска состоит в создании каждый раз чего-то нового а эксплуатация это противоположность поиска есть суть в том чтобы взять то что уже известно и сделать просто хорошее сделать лучше улучшить хорошее но собственно что сделал гет это он улучшил вайбер он сделал его коммерчески коммерчески привлекательным для таксопарков отлично то есть если вы заставите поезда приходить по расписанию сделать хорошую вещь которая будет всем приятно и всем будет им пользоваться вот в краткосрочной перспективе эксплуатации не принесет никаких рисков но вы всегда остаете если вы смотрите вперед в будущее хотя бы обозримое будущее на 3-5 лет вперед если вы будете все это время делать одно и то же одно и то же приблуду значит шкулям рано или поздно живу ли с ним с производства вы со своим станком опять же вот очень такой жизненный пример вылетаете в трубу если вы занимаетесь только то есть если вы занимаетесь только эксплуатацией конечно же это связано с очень большим риском в долгосрочных но опять можно сказать о поп-группах бесконечных которые бесконечно через два месяца меняются и перерождаются становятся жалким подобным самой себе это в общем-то одни и те же песни музыка и здесь тоже такой пример эксплуатации но это по-моему еще Станиславский говорит эксплуатация найдена итак теперь какой что сложно конечно вот что сложно соблюсти баланс и вот эти две хрестоматийные ошибки это ловушка вечного пояска вторая ловушка наши когда наши действия приводят к какому-то третью какой-то идее а не хватает терпения и упорства чтобы доделать это до конца то же самое касается и стратегии стратегии идейного лидерства если вы решите своими компаниями на этот путь вступить вам придется его довести до ума это дело и все-таки идти по этому пути несмотря на то что это может занять даже и 10 и более лет поэтому всегда нужно дорабатывать старое и только после этого начинать поиски чего-то нового это тоже можно сказать компания Xerox тоже попала в эту самую в эту ловушку вечного поиска и это касается не только государства частной компании и государственных государственной политики например реформы если мы же не хотим ждать 10-15-20 лет пока результаты какой-нибудь реформы видны нам нужно чтобы это быстро заработало через коль-через два начинают вносить изменения улучшать и так что-то в общем-то плохо работало надо работать хуже в результате конечно получается провал но и есть ловушка успеха я рассказывал компания которая производила механические калькуляторы не всегда не все это хорошо получалось это было замечательно но они не хотели меняться и соответственно приходят на слова приходят на память слова Билл Гейтс который сказал что успех плохой учитель потому что из него нам кажется что мы можем ошибаться и несмотря на то что конечно были провалы из Windows но Microsoft признавал эти провалы менялся пытались сделать не улучшить плохое а сделать что-то новое ну тут можно сделать несколько выводов вы конечно опередите кризис если вы станете инновационной компанией этого слова не нужно пугаться оно приобретло какой-то такой иронический окрас но любое улучшение даже бизнес процесса это уже инновация а если ваши соцменеджеры и ваши специалисты сервисной поддержки вы относите идеи которые вы можете обсудить вместе с ними насколько эта идея витальная или жизненная конечно может привести к поиску к найденной какой-то идее которая и позволит вам стать тем самым динамы привести с собой людей во-вторых нужно подумать конечно не о завтрашнем дне но нужно думать и о какой-то промежуток сроке там 5 и 10 и более лет потому что изменения изменения которые рассматриваются в один год а промежуток до одного года оно не способно перевернуть чье-то мировоззрение и что человек или эта компания встала на вашу сторону и понесла эту идею начала ее масштабировать конечно вот идея тут сразу можно сказать только об маске вложил все последние деньги первые последние деньги в производство автомобиля вот пожалуйста мы именем электромобиль но где у нас ее мобиль делся так и непонятно за ее мобиль не было идеи не было лидера это было никому не нужно и соответственно этот проект провалился в том числе и по этой причине ну наверное наверное нужно заканчивать уже ну и третье я вам только скажу что нужна команда команда и команда это только те люди которые работают рядом с вами которые живут рядом с вами из этих людей вы можете делать команду ну наверное все к успеху всегда нужно относиться скептически чем я и отличаюсь и не верю даже самому себе когда что-то говорю неужели я такое мог сказать уже темно все устали два часа все-таки ну что ж ссылка на материалы у вас есть вот вот Продолжение следует...